Лето пришло, а горячая вода ушла. Так уж повелось, но каждый год после окончания топительного сезона в квартирах новоуральских домов вместе с теплом пропадает и горячая вода. Вернее, она как бы есть. По крайней мере, в счетах на оплату значится каждый месяц приличная сумма, а вот в кране нет. Такая ситуация практически во всех районах Новоуральска. По утрам, чтобы умыться, жителям приходится пропускать воду по 10-15 минут. Вода у нас горячая, долго ее приходится ждать, то есть она холодная по сути, или у нас вот сейчас на данный момент вообще какие-то перепады. Вода все время холодная, то есть она бежит просто минут по 10, бежит холодная вода. Фронт за 8, пропускаем воду и все, она течет, потом протекает, потому что водоразбор. Тем более, когда утром на работу, водоразбор же все равно маленький. Горячая в принципе есть всегда, но недостаточно горячая, наверное, раз бывает. Пропускаем очень долго. И в ванной, вот это вот полотенце, вот это вот полотенце, сушка холодная. Проблема горячей водой? Я раз в администрацию, чтобы меня спрашивали, что проблема? Мало ли, может быть, у вас есть... Нет, у меня мозг не мог, надо просто лучше работать на своем месте. Скажите от администрации. Утром вообще горячей воды нету, пока не прогонишь полчаса, появляется, что на кухне, что в ванной. В Тегенцево 8, 2 внука. Чтобы их выкупать, надо полчаса пропустить воду. В мою посуду, сколько бы ни было посуды, до конца она идет практически холодная. Как жить-то дальше-то? А ведь за жилье-то мы платим сполна. Вот. Старалась, чтобы от старой благоустроенной квартиры я буду жить. Все 24 в удовольствие. А тут что получается? Это проблема не новая. Так уж строился Новоуральск. Схема снабжения города горячей водой открытая. То есть водоразбор горячей воды ведется непосредственно из тепловой сети. Говоря проще, горячая вода из крана смесителя бежит та же самая, что и в радиаторах отопления. Открытая система ГВС в процентном соотношении более распространена в городах России, так как стоимость монтажа относительно невелика. Меньше расход труб и отсутствие дополнительных устройств подогрева воды, теплообменников. Для открытой схемы горячего водоснабжения существуют вариации. Циркуляционная и тупиковая разводка. При циркуляционной схеме горячая вода циркулирует по внутренней системе ГВС. И в идеале, когда мы открываем кран с горячей водой, горячая вода должна бежать оттуда практически сразу. Но это в идеале и далеко не всегда так бывает. Тупиковая. При этой схеме горячая вода не циркулирует в системе. И чтобы получить воду нужной температуры, ее нужно сбросить через кран. То есть открываем кран, ждем, когда сольется остывшая вода, затем льется уже горячая вода. В любом случае и в том, и в другом варианте страдает потребитель. Мы с вами. За слив этой воды условно горячей платим по полной. Правительство России выпустило постановление об утверждении правил горячего водоснабжения. Согласно этому документу, к 1 января 2022 года использование в муниципалитетах открытой системы горячего водоснабжения должно прекратиться. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Реконструкция системы обойдется нашему городу в 3-4 миллиарда рублей. Это годовой бюджет нашего Атомграда. Федеральных денег, скорее всего, не будет. Да и регион не сможет нам в этом помочь. Остается рассчитывать только на собственные силы. Искать либо деньги, либо возможность обеспечить жителей Новоуральска горячей водой круглый год за счет локального переустройства. Для того, чтобы понять, какие есть варианты решения этой проблемы, две депутатские комиссии собрались на заседании, на которое пригласили ответственных за наличие горячей воды в наших кранах. Объединенная теплоэнергетическая компания, сокращенно АТЭК, предлагает свои варианты решения этой проблемы. О создании летней циркуляции в тепловых сетях. Понятно, что это тема, опять же, троих. Генерация тепла, транспорт и потребление. Для того, чтобы этот вопрос решить, в 2017 году и даже с 2015 года мы начали, мы задали совершенно конкретные вопросы в тепловые сети, что нам надо для того, чтобы начать решать эту проблему. Это гораздо дешевле, это не 3 миллиарда рублей, но решать ее можно. К сожалению, на наши письма ни одного ответа нет. И хотелось бы, чтобы подошли серьезно к этому и ответили нам на эти вопросы. Сейчас, как говорит Александр Климен, в связи с приходом к руководству теплосетей нового руководителя ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но все еще всех ответов на вопросы производителя теплокомпании АТЭК нет. В Южном районе, который дальше всего расположен от источника горячего водоснабжения и практически является тупиковым, циркуляцию горячей воды в кране могла бы решить перемычка теплотрассы в районе улицы Савчука. Я не один раз говорил об этой перемычке, что надо выделить на нее деньги. Все-таки это речь идет о 15-16 тысячах жителей, и надо выделить эти деньги. В конце концов, их выделили, и мы очень надеялись, что в этом сезоне эта перемычка появится. Увы, не появилось. И деньги были выделены еще в прошлом году, и работы были проведены, и даже дорожное движение в районе строительных работ было ограничено. Работы подрядчик провел, а вот принять их управление капитального строительства не может. Нарушений ни на один лист. И, соответственно, запустить эту перемычку нельзя. У АТЭК есть еще предложение к теплосетям изменить механизм отключения теплоснабжения. В этом году механизм был изменен, но, увы, как мы видим, ситуацию это не спасло. Об этом сказал и директор теплосетей на одной встрече с общественностью. Мы не переходили на обратный. Мы тут как подавали по прямому, так и подъем. В ремонт и вывели обратный трубопровод. И поэтому надеялись, что не будет такого, что... А оно все равно. Что? Да. А оно все равно произошло. Поэтому вывод такой. Ну нет, этот вопрос стоит перед нами очень острый. И мы даже идем на убытки умышленные. Мы сейчас начинаем сливать. Вот контролируемые сливы идут. В Новоуральске две управляющие компании в двух домах по программе софинансирования установили специальные нагреватели для воды. Руководители этих УЖК поделились опытом и рассказали об устройстве, которое нагревает воду, о том, сколько это стоит, срок укупаемости и так далее. Депутаты попросили представить технические характеристики и экономические расчеты. Народные избранники хотят понять, подходит ли этот вариант для домов, в которых по другому проблему горячего водоснабжения изменить нельзя. Для того, чтобы вникнуть в суть этой проблемы и решить ее, работает специальная межведомственная группа из специалистов ОТЭК, производителя тепла, теплосетей, транспортировщиков тепла и УЖК Новоуральской организации, которой жители доверили обеспечению своих квартир жилищно-коммунальными услугами. На прошедшем заседании усилить эту группу решили специалистами комитета ЖКХ администрации округа. Как долго продлится решение этой проблемы, неизвестно. Нас-то с вами интересует наличие горячей воды в кране и то, сколько мы за нее платим. Ведь сливая литры в канализацию в ожидании горячей воды, мы чувствуем, как худеют наши кошельки. Платим-то за этот слив мы, как за горячую воду. Ой, тепленькая пошла. Я потребитель. Когда я слышу от руководителя управляющей компании, что горячей воды не будет, я как потребитель тогда обращаюсь к руководителю управляющей компании, а, наверное, тогда и оплаты горячей воды тоже быть не должно. Если вы констатируете вполне ответственно, что горячей воды, как таковой, в наших кранах нет, что ж вы с нас деньги не берете? Постановка. Вот на данный момент тогда никаких заявительных моментов. Будьте любезны контролировать нашу температуру и выставлять нам счета так, какая температура туда подается. Вариант есть – обращаться за перерасчетом в управляющую жилищную компанию. К вам в квартиру придут представители всех трех организаций – УЖК, Теплосети и ОТЭК – и померяют температуру воды. Если она ниже нормы, будет сделан перерасчет. Конкретно потребитель на конкретном доме, если у него нет холодной воды, он получает перерасчет. Перерасчет у нас прописан в 354-м постановлении. Раньше все было проще, не было счетчиков, платили по тарифу. И встав утром, все включали горячую воду и спокойно занимались своими делами. А потом шли умываться водой комфортной температурой. Сейчас мы платим за каждый кубический метр воды. Мы экономим циркуляции в трубах. Нет, вода остывает. И здесь не виноват кто-то конкретный – УЖК, ОТЭК или же Теплосети. Схема такая, открытая. Систему горячего водоснабжения придется закрывать, так сказать. И поэтому те принимаемые решения, которые будут сейчас… Мы рекомендовали создать при администрации межведомственную комиссию для того, чтобы этот вопрос был на постоянном контроле. И здесь действительно надо вот это всегда иметь в виду. И все принимаемые решения должны все-таки быть направлены на то и нацелены на то, что закрытие системы скорее всего состоится. А значит, надо работать над тем, чтобы снизить затраты на реконструкцию системы. И главное – обеспечить потребителя водой, температура которой соответствует всем российским нормам.